Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Семь Симеонов». Итак, жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер, осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию «Семь Симеонов». Вот они растут, да растут, все один в одного, и лицом, и статью, и каждое утро выходят пахать землю все семеро. Случилось так, что тою стороною ехал царь. Видит, что далеко в поле пашут землю. Вот посылает царь Конюшева узнать, что за люди пашут, какого роду и звания. Приходит к ним Конюший, спрашивает, что вы за люди такие есть, какого роду и звания. Отвечают ему, мы семь Симеонов, а пашем мы землю отцову. Воротился Конюший и рассказал царю все. Как слышал, удивляется царь и тут же посылает сказать семи Симеонам, что он ждет их к себе на услуги и посылки. Собрались все семеро и приходят в царские палаты. Ну, говорит царь, отвечайте, какому мастерству кто способен, какое ремесло знаете? Выходит старший. Я, говорит, могу сковать железный столб сожжений в двадцать вышиною. А я, говорит второй, могу уставить его в землю. А я, говорит третий, могу влезть на него и осмотреть кругом все, что по белому свету творится. А я, говорит четвертый, могу срубить корабль, что ходит по морю, как посуху. А я, говорит пятый, могу торговать разными товарами по чужим землям. А я, говорит шестой, могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море и вынырнуть где надо. А я вор, говорит седьмой. Такого ремесла я не терплю в своем государстве, ответил царь последнему, седьмому Симеону. И даю тебе три дня сроку выбираться из моей земли, куда, Люба, а другим Симеонам приказываю остаться здесь. Пригорюнился седьмой Симеон, не знает, как ему быть. А царю была по сердцу красавица царевна, что живет за горами, за морями. Вот воеводы царские и вспомнили, что седьмой Симеон, мол, пригодится и сумеет привезти царевну. И стали они просить царя оставить Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр и воевод, и весь народ, показывая семи Симеонам, показать свое умение. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в двадцать сожжений вышиною. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю, но, как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму Симеону уставить столб в землю. Симеон второй поднял и упер столб в землю. Симеон третий влез на этот столб и стал глядеть, что творится по белу свету. И видит синие моря, на них, как пятна корабли, видит села, города, но не примечает царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть, и приметил, в далеком тереме сидит красавица царевна. «Видишь», — кричит ему царь, — «вижу, слезай и доставай царевну во что бы ни стало». Собрались все семеро Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром, и поплыли морем доставать царевну поза сизыми горами, поза синими морями. Едут, едут, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон меньшой взял с собой в путь сибирского кота-ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штуки выкидывать. И вышел меньшой Симеон с котом сибирским, а братьев просит не сходить на землю, пока он не придет назад. Приходит он в город, и на площади пред царевненным теремом забавляется с котом сибирским, приказывает ему вещи подавать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя. Татчас посылает прислужницу узнать, что за зверь такой и продажный, а ли нет. Симеон и говорит, «Зверь мой кот сибирский, а продавать не продаю, а коли крепко кому он полюбится, тому подарю». Так и рассказала прислужница своей царевне, а царевна снова посылает свою молотку к Симеону вору. Крепко, мол, зверь твой полюбился. Пошел Симеон во терем царевнин и принес ей в дар кота сибирского, просит за это пожить в ее тереме три дня. Пошла весь по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все, и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на ученого кота. Все желают достать и себе такого, но царевна не слушает никого, не дарит никому своего кота. Забавляется с ним день и ночь, а Симеона приказывает поить и угощать волю. Благодарит Симеон за хлеб, соль, и на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль. Поглядеть на устройство его и на разных зверей, что привез он с собою. Царевна вечерком приходит, у берега поджидает ее Симеон, меньшой, и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а самой пожаловать на корабль. Там много зверей разных и красивых, какой тебе полюбится, тот и твой, а всех одарить не можем. Царевна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет на корабль. Глядеть, диво дивные, зверей чудных. Как зашла, корабль и отплыл. Царь ждет, не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль и погнался царский корабль за царевной. Плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит. Не плывет, вот уж близко. Как увидали семь Симеонов, что погоня уж близко, нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись, как близко стало до родной земли. Приезжают семь Симеонов с прекрасной царевной домой. Сам царь встречает Симеонов с царевной. Как сошли они на берег, царь поцеловал царевну во уста сахарные, Повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти браные И в скорости отпраздновал свадьбу с душою царевной. А семи Симеонам дал волю по всему царству государству жить, Да поживать привольно, торговать беспошлино, и домой отпустил, с казной на разживу. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк и пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok